сегодня 1 июля за окном почти 40 до полон город туристов жара в это время отпусков когда многие люди уезжают и многие одесситы постараются поскорее сдать свои квартиры чтобы заработать до уезжает за город и отдыха для меня тоже много встреч много родственников гостей по делу без дела приезжают так что у нас время лето да это наоборот самый трудный период нашего как бы существования здесь в одессе все любят приехать в этот я услышал один как одно выражение те как там те кто едет в польшу не могут позволить себе одессу до хорошее выражение до тех не польшу одета в турцию те кто едут в турцию на самом деле не могут позволить себе одессу то наверно те кто едет в польшу тоже себе одессу не могут позволить любом случае наш город не не столица между прочим и но не 2 города мы любим себя на прошлом шаббате если вы помните мы говорили о взаимоотношении с богом взаимоотношение которое связано с десятью заповедями я говорю десять слове я когда ты которую господь оставил моисеем важное отношение с богом часто путают в божьей заповеди с принципами делать и не делать но для меня как верующий человека 10 заповеди это 10 принципов которые я могу иметь отношение с моим богом 10 заповедей которые бог оставил народу своему они в принципе в истории не изменились по которым мы работаем действуем живем и бог не отменял эти принципы мы говорили о том что принцип это нечто первичная основа ну что мы очень часто говорим вот так на принцип по принципу я это буду делать или не буду мы и забыли что принцип это исходное не требующие доказательства положения моего убеждения и вот при первые принципы принципы божьей заповеди да они должны показывать кто мы есть и принцип когда мы говорим о принципе нашей жизни я пойду на принцип то есть пойду на те условия которые у меня утвержденные то что внутренне убеждены у нас есть убеждение неизменная позиция или правило поведения наше мое правило в обществе next некая максима да то что я должен утвержденно это связано с заповедью когда говорят о принципах говорят о заповеди религиозных заповедях но все же прошлый раз мы говорили о первой заповеди я бы хотел начать как бы на сегодня второй заповеди но первые заповеди какой принцип первой заповеди кто помнит просто раз мы говорили первые принципы это приоритеты первый принцип твоей жизни кто твой бог на самом деле кто у тебя будет богом исход 20 глава 3 стих да не будет я других богов пред лице моим в этот шаббат я бы хотел с вами поговорить о следующем принципе в рамках десяти заповедях те те принципы которые утверждают нас ок верующих людей которые говорят о том кто мы есть вы письмо читаем и людьми и если наши принципы основаны на 10 заповеди которые многие люди верующие люди боятся как огня типа это закон то я вам скажу дай бог всем жить по такому закону дает бог чтобы мы следовали этим заповедям следовали этим принципом второй принцип который говорю скучу он говорить это принцип непорочности пойти на принцип своей непорочности кто понимает о чем говорит непорочность другое слово можно использовать как чистота о том что говорил сергей сегодня мы говорим о чистоте непорочности и вот эти фактически я могу говорить о принципах, взаимоотношения между Богом и нами. Это непорочность. Бог желает, чтобы эти принципы жили в нашей жизни. Слово непорочность, как я уже говорил, связано с чистотой. Вот начинаются эти принципы, если мы говорили, да не будет у тебя другого Бога, то здесь говорится опять следующее слово, да не, не будет. Слово нет, как связка с негативом или более такой жесткой позиции. Мы в прошлый раз говорили, что если мы думаем о том, что Бог является этим патрульным полицейским на дороге, который сидит в засаде с радаром, то мы очень глубоко ошибаемся. Он не смотрит, когда ты спокнешься, нарушил, сказать, ага, попался. Он фактически делает предупредительные заповеди для того, чтобы мы могли иметь взаимоотношения. Какие взаимоотношения? Когда мы говорим, когда Бог говорит, да не будет или нет, такого не должно быть. Это связано не с тем, что нельзя. Бог хочет, чтобы мы хорошо проводили время. Я имею в виду, провести вечер. Например, вечер со своими детьми. Кто из вас проводит времена с детьми? Играется с ними? И вы это делаете для своего удовольствия. Пойти с детьми в кино или с женой, прийти к морю. То удовольствие, которое мы имеем. Лечь на этот песок, который уже 20 лет не чистился. И получить свое удовольствие. Сказать, слава Богу, что не грязно. Но получить удовольствие. Бог не против того, чтобы мы получали удовлетворение в своей жизни на основании его заповедей. То есть мы получаем. Но когда Бог говорит, нет, это похоже на тот приказ, который мы, условия, которые мы даем детям. Один из примеров, я вам говорю, простой. Мы говорим своим детям. Дети, вы можете гулять во дворе только. На улицу играться не стоит. Не потому, что на улице не весело. Правда? Там еще нормально, там еще так весело, что ого. А потому, что улица является небезопасным местом, где ездят машины, велосипедисты, люди, кони и все остальное. Вы понимаете, да? Когда Бог говорит о том, что идите, то есть не нужно, то есть идите играйте в садочек, да? Но на улицу нельзя говорить о том, что Он любит нас, Он озабочен тем, чтобы иметь отношения, чтобы можно было поговорить с нами. Таким образом действуют 10 заповедей. Они не запрет, да, делать или не делать. Они предупредительное состояние для того, чтобы сказать, там, за границами моих заповедей, из моих условий есть небезопасное место. Нам нужно помнить, что Израиль как раз в это время вышел из страны, которая полна была идолов. Египет, это вообще-то был довольно жесткое место для идолопоклонства. Это был дом рабства. Ко всему еще Бог выводил Израиль в землю ханаанскую, которую обещал Аврааму. Но тоже место не самое приятное, потому что там их ожидало тоже идолопоклонство, их ожидало истуканы, кумиры, волхвы всевозможные. То есть Бог хочет, чтобы эти предупредительные знаки или принципы стали их жизненным отношением с Всевышним. Поэтому называют, вы царственное священство, вы народ из священников, и я хочу иметь отношение с вами. Ханаан, хотя и был местом странствования Авраама, но на время возвращения Израиля в обитованную землю, там царствовало многобожье и растление. Вот что 105-й псалом, 37-й стих говорит об этом. И приносили, настолько плохо было в Ханаане, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Вы понимаете, куда выводил Бог свой народ? Выводя из дома рабства, из многобожья и идолов, вводя их в землю, где не меньше сопротивления в духовном мире. Итак, мы начнем. Я начну с второзакония 18-й главы, откуда, наверное, перетекает отношение вот заповедей. 20-я глава, исход, и 18-е второзаконие, повторение, да, такое, они говорят некоторые глубины, которые мы иногда не замечаем. Написано в 9-й стих, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Когда ты войдешь, не научись. Другими словами, не прилагай усилия узнавать и учиться у них всему тому, что они уже знают. Не должно находиться у тебя проводящего сына своего или дочь свою через огонь прорицателя, гадателя, ворожителя, чародея, обаятеля, вызывающих духа, волшебник или вопрошающих мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это из-за сии там мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. По этой причине вы должны понять, что когда Бог обращается Аврааму, говорит, через много лет твои дети вернутся, пока беззаконие Амареев не достигнет. Вот теперь это беззаконие Амареев достигло, и беззаконие в чем? Вот перечисляется все то, в чем беззаконие было. Это поклонение и дал поклонство и тому подобное, и тому подобное. Духовное, будем говорить, такое искание и ворожда. Некая духовная бесовщина, одним словом. И дальше 13 стих говорит, будь непорочим перед Господом Богом твоим. Вот почему я назвал именно это послание. Принцип беспорочности. Принцип, который мы имеем, принцип беспорочности, который связан со второй заповедью, будь непорочен. А украинский язык переводит это слово, бездоганным будешь ты перед Господом Богом твоим. Бездоганным. Не просто непорочным, бездоганным, не имеющий пятна и порока, такого некого, если суммировать это выражение, то, что говорится о жертве. Ибо народы си, которые ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. Слышите? Народ, который там, он слушает своих гадателей, предсказателей, тех, кто хотят предсказать будущее, успех, процветание, нечто, то, чего хочет каждый человек. А Бог говорит, а тебе не дано. Бог тебе не дал этого. Бог обращается к нему, это тебе не дано. Пророка из седы тебя из братьев твоих, как меня воздвигнете Господь, Бог твой, его слушайте. И вот здесь Моисей делает некое, знаете, пророческое слово на много-много вперед, говоря о Мессии, который сделает нечто, его слушайте. Деяние апостола 3, 22 утверждает это. Моисей сказал отцам, Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророка большой буквы, как и меня слушайте его, то есть тоже с большой буквы, и он будет говорить вам. Знаете, что говорит это? Вторая заповедь прямиком указывает на Мессию, которого нужно будет слушать. Может вы не понимаете о чем я сейчас говорю, но суммируя вышесказанное я буду говорить просто следующим вывод в тебе это не дано, тебе жить как другие народы, тебе это не дано, Богом не дается, но то, что дается тебе, это будущее упование на пророка, который поднимет Бог в имени Ишуа Мессии. ты можешь иметь отношение с Богом через пророка, который поднимет Бог, и этот пророком станет Мессия. Вот тут важно понимать, что имеет откровение, вторая заповедь, вторая заповедь, она имеет откровение о том, что мы не призваны, как другие народы, слушаться и слушать о своем будущем, наше будущее в отношении с Богом. И в второзаконии 20 глава 4 по 6 стих и выражает эту вторую заповедь, в трех стихах выражается вторая заповедь. Я начну читать непорочность, да, слово непорочность, я его сказал уже о чистоте, то, что должно быть чистое. И мы начнем читать местописание, пожалуйста, второзаконие 20 глава 4 стиха. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе и вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо Господь Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, отворящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающий заповеди мои. В трех стихах выражается вторая заповедь, в которой говорит опасность нечистоты, то есть слово непорочности, чтобы быть непорочным и какая опасность в порочности, в такой нечистоте. Говорит, что будет, мы у нас следуем, если мы будем следовать нечистоте, то есть какие последствия нечистоты. И следующий, что будет, если мы будем держаться именно чистого образа жизни, непорочности. Здесь дает предупреждение, здесь дает последствия и вывод, почему нам нужно держаться второй заповеди. В современном переводе здесь говорится так, не делай себе идолов, не делай изображений, картин того, что вверху, в небесах, того, что на земле, того, что внизу, в воде. Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо я, Господь, Бог ваш, не терплю, чтобы мой народ поклонялся другим богам. Те, кто грешат против меня, становятся моими врагами, и я наказываю их, и детей их, и внуковых, и даже их правнуков, но я буду милостив к тем, где любят меня и повинуются моим наказам. Буду милостив к их семьям на тысячу поколений. Украинский язык всегда, знаете, имеет немножко глубокий образ, такой небольшой, чего я хотел бы, чтобы услышали. Здесь написано, не руби себе резьбы. не делай себе образ, не вырезай себе образ. Вот это слово образ, и мы остановимся. Образ, то, что мы себе представляем. Опасность, в чем опасность вот этой нечистоты, в чем опасность вот этого образа, который человек себе рисует и вырезает, то есть делает искусственное воображение того, чего нет, да, которое мы не можем представить. Когда Бог говорил народу своему о этих кумирах, которые были в земле Ханаана, мы должны понимать, что образ жизни евреев всегда был один. Он единственный народ в мире, который не имел образа своего Бога. Вы должны знать, единственный народ в мире, который не имел изображения своего Бога, они не знали, кто он, не имели изображения. И вот здесь, в этом повиновании к Богу, Бог выводит его из земли египетской, вводит его в Ханаан, и здесь Бог предупреждает о том, что если вы не будете слушаться, если вы не будете иметь отношения со мной, невидимым Богом, все остальные народы смогут вас обольстить. И фактически хананейские народы, которые Израиль не изгнал из себя, смогли впоследствии изменить общее мышление Израиля. Я покажу в чем. Фактически невидимым Богом, но очень интересно, Новый Завет делает для нас с вами эксклюзив. Эксклюзив Бога здесь для нас. Какой образ он может быть, невидящего Бога? Кто-нибудь видел руки Господни? Я же говорил, кто-то видел руки Господни когда-нибудь? Хотя написано на дланях своих я начертал имя твое. Какие должны быть руки тогда Господни? Да? Или он был ветхиднями? Какой образ мы имеем? Но знаете, Колоссянам 1.15 говорит, который есть образ Бога невидима рожденный прежде всякой твари. Иешуа является образом Бога рожденный прежде всякой твари. Но каждый из нас не знает как Иешуа выглядел. Поэтому если вы прийдете в мой дом, вы не увидите ни одной картинки, где был бы образ какого-то Иисуса. Потому что Бога никто никогда не видел. Иешуа является образом в его делах, его милости, его благодати. Слово, которое отделалось вплоть, обитало посреди нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Невидимый Бог Израиля воплотился для избавления всего мира от грехов и нечистоты. Он пришел, чтобы сделать нас свободны. Войдя в обитованную землю, Израиль был обольщен жителями той страны. И знаете, для меня эта история очень важна, потому что я делаю исследования, я делаю свою диссертацию и пишу о религиозном секретизме. То есть некий микс религий, который очень сильно сегодня мешает молодежи, нам, взрослым. Микс религиозного понимания и историй. Знаете, когда Израиль входит в обитованную землю, ему приходится сталкиваться с мышлением хананеев. У хананеев были боги, которые они поклонялись. У них были не просто боги, вот был общенациональный бог, потом были семейные боги, а потом были личные боги. И у хананеев не было проблем сказать изоритянам, извините, вы правы, у вас тоже есть бог всемогущий, там, Ягва, Ягова, да, он самый, так как ваш бог выводил вас из Египта, такого бога нету. Но вы должны еще понять семитские племена. Фактически Авраам был странствующим каким? Арамитянином, да, арамитянином, нет, арамитянином, он арамей был. То есть тот, кто вышел и тот, кто обитался в той земле, где потом арамеи жили, которых бог, как вот здесь написано, он их выгнал за преступление. Поэтому мышление о боге Эл-Шедай, Эл-Охим, ЦВО, бог всемогущий, бог сильный, бог праведный, да, они знали, они понимали. Поэтому слово Баал, да, Ваал является семитским словом, что это высший бог. Они поклонялись Ваалу, поклонялись Астарте, поклонялись Малоху, где проводили детей своих через огонь. И бог говорит, подождите, так не должно быть, вы не должны это делать. И вот здесь фактически имея прецедент на то, чтобы израильтян вытащить идлопоклонство, это история, которая записана в бытие. Семитские же семьи, правда? И очень интересная история, которая произошла с одной из жен Якова или Израиля, которая, наверное, не осталась незамеченными ни хананеями, ни остальными народами, ни самими израильтянами. Там написано в бытие 31.19 «И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Вопрос «Зачем? Зачем? А так на всякий случай семейных башков прихватим с собой». У Якова не было этого мышления. У Рахиля еще оставалось, поэтому это не оставалось незамеченным. Да, Бог, Он всемогущий, да, есть Бог Якова, но хананеи делали очень другими вещи. Подожди, скажи, пожалуйста, зачем Рахиле вот эти маленькие башки были? И таким образом некие личности, некие семейные ценности начинали проникать в историю Израиля. Это написано из Судей 3,7. «И делали сыны Израилю злое перед очами Господа, забыли Господа Бога Свою, служили Ваалу и Астартом». Ваалу и Астартом. Они сделали себе богов, которые вырезаны были, которые были сделаны из дерева, из камня, чего-либо, чтобы иметь перед собою кумира. кумира. Телетие царств 18 стих, когда противостоял Илья тому, что происходило в Израиле, «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающие от стола Изавели». Такими словами, народ все-таки попал в сеть того, от чего Бог его предупреждал. Я хочу немножко объяснить это понятие, как это происходило у хананеев. Я уже говорил, что я исследую это, и фактически они верили в то, что есть Бог, Бог Ваал. И они верили, что когда ты вырезаешь этого идола или же истукана, который ты делаешь при завершении этой работы каким-то образом, значит, приносишь это перед истуканом Ваала, да, и дух Ваала, он не сходит на эти статуэтки. Они приносили их все дома и ставили места, которые для успеха, для чтобы они были здоровы, чтобы они были процветаемы, чтобы они были плодовиты. Они даже доходили до того, что поклонение Астарте или же мы говорим богини Диане, богиня плодородия. Другими словами, не только, что земли плодородили, а чтобы еще твой скот плодородил, твоя семья плодородила, доходило до такого, что принося жертвы в храме Астарте, да, они имели секс с жрицами для того, чтобы пойти домой, иметь секс с женой и иметь здоровых детей. Не то, чтобы их любить, жен, не то, чтобы с ними иметь отношение, а для того, чтобы было хорошее, здоровое поколение. И позже проводили их через огонь, то есть, через молоха, и некоторые погибали, то есть, жертву приносили для того, чтобы ритуально быть чистыми. Что я хочу говорить? О том, что есть злое в том, чтобы быть нечистым. И Бог говорит, ты должен быть совершенный, не должно быть никаких обращений к колдунам и другим вещам. Как я уже говорил, идол это образ, который человек делает из своей фантазии. А теперь, как вы скажете, ну хорошо, это было в истории, как это касается нас? Я вам скажу, как это касается нас всех. Как насчет вашего, вашей фантазии в голове? Какие вы хотите быть? Вы хотите быть миллионером? Вы фантазируете тем, чтобы быть успешным, спорцветающим, независимым? И внутри себя вы ставите идола, к которым вы стремитесь? А? Как насчет того, что мышление? Вы себе еще не думаете о своем половом созревании? В голове какие разные картинки? Придется, накрутится, не то, что ты, а что там может быть, и как далее, и к тем вещам, которые начинают стремиться. Тогда секс становится, или сексуальное извращение становится твоим идолом, твоим кумиром, тому, чему поклоняться. как мы говорили уже, что это опасно. Если вы не считаете себя благословенным в том, что Бог вам дал, и вас мучает состояние, в котором вы живете, внутри вас вы не удовлетворены тем, что вы имеете, и начинаете себя мучать тем, кем вы могли бы стать, пренебрегая при этом служением, пренебрегая отношения с людьми, выставить перед собой целью стать кем-то и всем силой применить ваши способности, чтобы достичь чего-то. Дорогие друзья, скажу так, у вас есть идол, которому вы поклоняетесь, и Бог говорит, да не будет такого у вас, да не будет такого у вас, если вы думаете, что вы у вас фигура не та, и силы не те, у вас есть какой-то особенный имидж какой-то звезды, не думайте, чтобы эта звезда станет вашей целью, а если она становится вашей целью, вы начинаете худеть, вы начинаете спортом заниматься, выглядеть так, как эта звезда выглядит, подкрашиваться, сделать губки этим самым, если бы бантиком, а уточкой, да, и тому подобное, и тому подобное, друзья, у вас идол, которому вы поклоняетесь, в этом опасность, что этот идол делает вас зависимым, результат очень простый, пятый стих, не поклоняйся им, слово не поклоняйся, знаете, что означает, что это состояние сделает вас рабами, состояние, когда мы накручиваем себя в наших разумах, в наших мыслях, в нашем воображении этого идола, которого мы все поставим, машина, дом, квартира, внешний вид, процветание, что бы то ни было, когда мы начинаем поклоняться, мы становимся рабами, зависимы от этих всех вопросов, от наркомания, алкоголя, секса, как бы всякого аферизма, все остальное, чтобы добиться того, чего мы хотим, идол, который Бог, чтобы мы убрали, не поклоняйся, хотя мы говорим очень часто, мечтать никто не запретит, да, я слышал такое выражение, ну, мечтать денег не стоит, но мечтать не говорит о том, что мы обязаны делать имидж в своей голове, вы понимаете, я всего идола, да, действительно, мечтать ничего не стоит, но иногда эти мечты делают нас рабами, и мы начинаем увлекаться тем, чем мы хотим стать, куда мы хотим уехать, кем мы себе представили в своем разуме, игнорируем то, что Бог нам дал сейчас, делать то, что делает твоя рука, помочь ближнему, помочь в доверии, боговествовать, то, что можем делать сейчас, а не потом, фактически такая игра с мечтой и образами делают нас узниками нашего будущего, если посмотрим, весь пятый стих говорит нам о том, что есть последствия этого поклонения, есть то, что делает нас рабами, те, кто грешит против меня, становятся моими врагами, Бог говорит, слово говорит, те, кто грешат в поклонении, имиджах и всякого, слушая всяких других прорицателей, они грешат против меня, становятся моими врагами, и я наказываю их детей, и внуков их, и даже на правнуков, вы скажете, ах, как больно, значит, надо держать эту заповедь, вы знаете, я хочу немножко развеять эти состояния, когда говорит, грешат, понимание поклонения звучит жестко, правильно, фактически, если ты не поклоняешься Богу, другим богам поклоняешься, ты грешишь против Бога, но каждый из нас, если честно говорить, виновен в своих мечтах, да, можно сказать, кто из нас не мечтал иметь квартиру, иметь машину, иметь хорошую жену, или хорошего мужа, детей прекрасных, обучения, кто из нас не мечтал поехать куда-то развлечься к морю, либо позов отпуск, кто из нас не мечтал, значит, получается, что мы все виновны, и что, тогда наши дети должны нести наказание в наших мечтах, что-то закрыться просто в пещере ничего не делать, фактически, хочу немножко вам разъяснить, что здесь имеется ввиду, да, да и аминь, мы можем сказать, что в новом завете за грехи наши дети не несут никакого типа наказания, или за грешение отцов дети не несут наказания, слава Богу, да и аминь, потому что кровь Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, очищает от всякого греха, мы под кровью Ишуа, Мессии, все, ничего к нам не прилепится, я согласен, но это не дает нам права делать идолов в своей жизни, вы понимаете, да, да, мы живем в новом завете, но на самом деле мы должны понимать, кому наше сердце прилепляется, что мы делаем и ставим первоочередную позицию, слово наказание тут звучит жестко, жестко, но лучшее слово в переводе с еврита будет следующее, посещение, слово не наказание, а посещение, Бог говорит, я посещу за грехи, да, я посещу за грехи до третьего, четвертого колена, или там рода, вы слышите, слово посещение, оно намного интереснее слово, почему, я вам объясню, потому что Бог не хочет оставлять грех или же наказание за грех постоянно, Бог посещает, или же Бог посещает через искушение, через эти грехи народы, то есть поколения, одно, первое, второе, третье, и это здесь слово такое, посещать, обращать внимание, назначать, призывать к службе, то есть ответственность, посещать, это с благословением или судом, и Бог говорит, я буду посещать, судом или благословением, это слово очень важно понять, потому что Бог говорит о посещении, не навсегда, если бы на самом деле за грехи моего отца, да, вот то, что мой папа делал в своей жизни, я, наверное, должен был расхлебываться еще, наверное, лет 300, но Бог дал милость, Бог дает милость, но для любящих его и законов он Бог является милость тысячи родов, как это работает вообще, в первом случае наказания до третьего, четвертого колена, далее рода, а тут тысячи родов, очень просто, например, в Израиле, как и до недавнего будущего, бывшего Советского Союза, многие из нас испытывали это состояние, когда в твоей хрущевке, в двухкомнатной квартире живет твоя бабушка, твоя мама и твои дети, да, или понимаете, о чем я говорю, ну мы должны понимать, это если, да в Америке где-то еще, может это непонятно там, да, но здесь у нас в Советском Союзе бывшем это четко понимается, ты живешь в двухкомнатной квартире, где живет твоя бабушка, твоя мама, ты и твои дети, сколько поколений? Четыре, ясно, нет? А теперь следующее я объясняю, очень просто, когда за грехи до отцов наказывают до третьего, четвертого поколения, если бы я сделал решение следовать тому приключению, которое мой отец сделал в моей жизни, ну то есть мое время, да, вот когда я еще помню, то, что он приходил пьяным, да, там, дебоширил, то, что в себе происходило, то есть он жил и я жил, два поколения, и если бы я не решил уйти и сказать, надоело мне, хочу следовать за Богом, то, и наоборот сказать, ты слушай, он нормально живет, ну и я с ним тоже, да, у меня родились бы дети, они говорят, ну и что, все так живут, и я тоже, да, но если я, видя тот грех, то есть посещение, да, я увидел тот грех, который происходил в моей семье, я сказал, нет, я так не буду жить, я не собираюсь так жить, я иду к своему Богу, который дает мне свободу и жизнь, в этом посещении греха, я сделал раскаяние, я сделал покаяние, я прерывал это проклятие, говорю, я больше не буду служить другим Богам, алкоголю, наркомании, проституции, обману и аферизму, я говорю, нет, хватит, поворачиваюсь, делают шву и иду, значит, что-то происходит, мои дети, которые следуют моим, которые я учу, будут благословены до тысячи родов, поэтому, говорит о том, что наказываю, и второе, третье, четвертое поколение, она постоянно, нет, он говорит, я посещать буду, так, мы понимаем, когда приходит посещение, вот этого наказания, да, наших детях, как, извините, наши дети делают такие вещи, и ты думаешь, откуда они это увидели, искушение в грехе, искушение в неправильном образе жизни, всегда там будет, да, будет посещение, но мы знаем, где ответ, мы знаем, что уйти, пораскаяться, сделать шву, обратиться, и вывод очень простой, Бог ревнитель, и он не будет сдаваться, но как верующим людям, нужно сказать, что-то особенное Богу, один из примеров приведу, пример, который меня удивлял всегда, конечно, я возмущался, но он для меня, и также реальное отношение, моего отношения, как верующего человека, к греху, или же претензии этого мира, ко мне относительно Бога, как я должен реагировать, в 96-м году, в 1996-м году, когда мы приехали в Одессу, мы посещали общину, которая небольшая была, много было наших студентов, и там же было много новых людей после фестиваля в Одессе, и так как я был занят в школе делами, моя жена приходила с детьми, общалась с женой служителя, пастора, и кто-то там что-то себе надумал, вдруг в один день Татьяна приходит ко мне и с такими трясущимися руками, сдержав шоколадку, говорит, ты должен с этим что-то делать, я говорю, что случилось? какой-то лысый мужик подошел ко мне и предложил руку и сердце, не зная, не видя, и не зная, может быть, что у нее, она обручена, она уже имеет детей от мужа, и муж есть, мне пришлось немножко поговорить с этим человеком, наставить его на пути Господни, поговорить с ним, и он сразу исчезает из той общины, но суть, я ревнитель, многие люди не знают нашего Бога, многие люди не знают, что наш Бог ревнитель, и они предлагают нам в нашу жизнь вещи, которые неправильны, которые отвращают нас от служения Богу, от поклонения всемогущему Богу, от знания Его к другим источникам, которые нас уводят, и Бог говорит, подожди секунду, ты так не должен поступать, что ты должен делать, как сделала моя жена, она приходит к тому же, к мужу, мы должны прийти к Богу и сказать, Бог, я имею вот это искушение, со стороны дьявола, приходит искушение, которое уводит меня от тебя, от твоих заповедей, от твоих принципов, от твоих основ, я не буду так, ты вмешайся в это дело, а у нас часто бывает флирт, а интересно, а что там за ограждением, называющие 10 заповедей, а что там находится, я вам скажу, что там находится, там находится большая груша, боксерская, если вы никогда боксом не занимались, там это такая штука, попробуйте иногда, когда ты эту грушу бьешь, а ты понимаешь, что у тебя силы, она тебе бьет обратно, 10 заповедей, такая же штука, когда эти груши висят, 10 заповедей, да, вот вокруг, и ты ходишь внутри, они тебя не беспокоят, ты почувствуешь себя комфортно, это та школа, где ты занимаешься, там за границей, то есть за границей его там небезопасно, как только ты начинаешь проходить, например, не прелюбодействуй, да, кто из вас прелюбодействует специально, нет, ну конечно, зачем это надо, еще иметь проблемы с женой, зачем, ну очень тихаша, но здесь, когда ты начинаешь двигаться к этому, к этой части, ты только ударился в нее, она тебя сразу назад, там есть последствия его, так же самое с воровством, с жалобами, или же наговор на ближнего, и так далее, и тому подобное, они всегда будут тебя обратно бить, потому что, типа, ты поставил тебя на место, в безопасное место, в место отношения, поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы разобрались в наших отношениях, хотел бы, чтобы сегодня мы рассмотрели, где наши кумиры, Бог устроил будущее тем, кто любит его, кто следует за ним, чтобы мы не сотворили себе кумира, чтобы мы не сделали себе образ в нашем разуме, кем и на кого мы будем быть похожи, мы должны быть похожи на Мессию, как говорит Писание, подражайте мне, Павел говорит, как я подражаю Мессии, чтобы мы были смирены пред Богом, и не думали о себе многого, потому что в свое время мы пожнем, и этот момент очень важный, Бог дает каждому человеку по его способностям, и если ты ответственный за какое-то дело, будь верным в своем деле, как бизнесмен, как отец, как жена, как человек веры, если тебе вручено много по твоему разуму, ты способен зарабатывать деньги, делай это, если ты только способен работать и зарабатывать то, что ты можешь зарабатывать, делай это, но не мечтайте, не делайте образа, которому ты начинаешь поклоняться и уделять ему все свое время, знайте, Бог гордым противится, а смиренным дает богодать, Иоанна 1 глава 9 стих, 9 по 14 стих, я заканчиваю на этом, и хотел бы, чтобы глупо прославление вышло сюда, вперед, Писание говорит так, «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, и мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои не приняли, а тем, которые приняли его, верующие во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые они, не от крови плоти, и хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели его славу, и слава его, как единородного от Отца». Бог дал нам избавление и исцеление. Каждому из нас Он дал возможность рассмотреть нашу жизнь. Вторая заповедь, «Изотвори себе кумира, не делай себе то в голове, что ты не способен исполнить, но действуйте по мере веры, которую Бог вам дал. И как Моисей вознес в мию, в пустыне, так должно внесть, вознес бы Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 15 глава, 18 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего, который и есть образ Бога, невидимого, рожденный прежде всякой твари. Невидимый Бог Израиля воплотился, чтобы нам дать свободу. Дети заповедей всегда указывали и указывают нам Мессию, наши отношения, наши взаимные отношения с Богом. Он любит так сильно нас, что Он дал нам принципы. Принципы, с которыми хорошо идти. Принципы, с которыми нужно идти. Как верующему, даже христианину, ты должен иметь принципы, основанные на десяти заповедях. Мы сейчас ставим наши ноги. Я призываю вас рассмотреть свое сердце. Тех кумиров, которые мы нарочно, не по причине каких-то, может быть, обстоятельств сделали, а может быть, и сотворили по причине обстоятельств, наших сложных обстоятельств, наших финансовых отношений. Может быть, нам не нравится, как мы выглядим, наше состояние в обществе. Может быть, какие-то вредные привычки, и мы создали себе идола, которые мы стремимся, хотим сделать, и прилагаем все усилия. Я предлагаю вам одну вещь. Ишуа говорит, возложите на меня все ваши бремена, ибо я кроток и смирен духом. Он хочет взять на себя, и он взял это, 2000 лет назад, твое бремя, твой имидж, твой образ, который ты нарисовал, кто ты и кем ты хочешь стать. Не думай о себе много. Как и я, не должен думать о себе много. Я верю, что 10 заповедей, которые Бог дал, это отношения. И сегодня у нас шува. Поворот. Поворот. И помнить, что ответ нашей жизни не может быть, как ответ у других людей, у других народов. У нас есть один ответ Иисус, один пророк, одно слово, одно крещение и один Бог. У него ответ. Амин. Если вы хотите принять Ишуа личным спасителем, вы можете это сделать и спокойно. Выйти вперед и сказать, ты мне нужен, Боже. Все остальные идолы, все остальные кумиры. Ничто. Я не хочу быть похожим на язычников этого мира. Я хочу быть святым народом, взятым в удел, с которым я имею отношение, быть благословенным в себе, в своей семье, в своих детях, в своих внуках и правнуках. Хочу сделать этот шаг, шаг веры и знать Тебя, одного Бога. Поклоняюсь Тебе. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok